Здравствуйте, друзья. Давненько я не рассказывал о том, что у меня происходит на срочном рынке с опционными стратегиями. Уже люди заждались. Это во-первых. А во-вторых, вот у меня такой вопрос задал Иван Вест, Демитков Юрий. Скажите честно, месячный доход от инвестиций и трейдинга или опционной торговли сколько составляет? От какой конкретно суммы или только продажа курсов на Ютубе? Давайте я сейчас попытаюсь ответить на эти вопросы. Итак, еще раз здравствуйте, друзья. Сегодня я хочу рассказать, вот за неделю у меня доход от опционной стратегии составил, так, сейчас скажу сколько, 224, так, ну 13% за неделю. Плюс. Вот. Ну и, в общем, там тоже составило в течение года 100 тысяч рублей на текущий момент. Сейчас я расскажу об этом подробнее. Ну, а для начала, как я добился вот этих вот 15%. Смотрите. Вот предыстория, какая была по нефти. Нефть мне больше всего нравится, потому что, блин, очень хороший инструмент и небольшая точка входа. Ну, и я давно нефтью занимаюсь, давно, как бы, то есть я уже знаю, что, где и как. Вот, смотрите, как шла нефть. Нефть, начиная с июня месяца, вот вы видите, с 27 июня, так сказать, июля, она все время шла на повышение. Потом, значит, была попытка отскока, снова, так сказать, отыграла. Потом снова одна попытка понижения, вторая попытка понижения снова поднимается. Потом резкое падение, это уже было 14 июля. Вот, потом еще более резкое падение, там, совсем на 3 доллара, по-моему, за один день, 19 июля. И снова после этого она выровнялась. То есть вот эти вот штуки называют там, сейчас, какой-то корнер там. Вот, ну, короче говоря, вот такое вот резкое падение и тут же резкое восстановление. Это было решение ОПЕК, насколько я помню, и на этом решении сначала нефть упала, потом говорят, ой, да ничего страшного, она восстановилась. Но я почему-то решил, что все-таки нефть должна упасть, и поэтому построил стратегию на падение немножечко. И я решил, что она пойдет вот куда-то вот сюда, вот куда-то сюда. Таким образом я поставил стратегию вот следующего плана. Вот такая стратегия была у меня. Смотрите, у меня с правой стороны, у меня был колл спред. Посмотрите, 45 опционов колл было продано с 75-м страйком, и 40 куплено. Вот они вот, минус 45, здесь 40. И понятно, что минус 45 должны генерировать убытки при дальнейшем росте. Ну, я роста не ожидал, я ожидал падения, где-то вот здесь вот находилось все это в месте. Вот, и с путами я сделал следующее. С 74-х путов у меня было куплено 31, а продано 20. То есть, совершенно обратная ситуация. Ну, вот это крыло медвежий колл спред практически, а вот это крыло медвежий же пут спред. Вот, все опционы были вне денег, поэтому их легко было купить. Вот, и, ну, без внутренней стоимости, без внутренней стоимости, только временная стоимость, поэтому дешево все это было. Вот, на повышенном страйке здесь подороже они стоят. Ну, как бы все классика. Вот, и, соответственно, я вот такую стратегию построил, она видно, что на падении, если красную линию посмотреть, то это практически фьючерс. Вот, и здесь было минус 14 дельта, то есть, как бы это продано 14 фьючерсов, ну, это на текущий момент. И я ждал падения, вот что я ждал. Что произошло дальше? Давайте посмотрим, что же произошло на самом деле. На самом деле, вот я подождал, вот здесь вот, 26, ну, да, вот где-то здесь вот, как бы, началась стратегия, и нефть немножечко поднялась вверх, что принесло мне вначале небольшие убытки, но потом я дождался, наконец, и она начала падать. Она начала падать, я здесь даже пришлось двигать. Смотрите, у меня там 74, 73 путь спред был, да, и, значит, он проскочил на 73, я думаю, ну, дальше упадет, значит, я, так сказать, она когда дальше упала, я двигал это крыло, левое, вниз, 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 насколько я помню, я три раза его двигал, и вот результат. И вот результат, который вы сейчас видите, вот здесь у нас что, 74, еще 73, и посмотрите, что мне это принесло. Я заработал 230 тысяч рублей, вот деньги на счете прибыль дня 2417, то есть в предыдущий день я заработал больше, чем 30 тысяч рублей, потому что накануне у меня было 198 тысяч рублей, когда я начинал эту стратегию, вот, ну, в начале, там, 28-го, насколько я помню, июля, и все опционы 05-08, срок экспирации, то есть вот они начали падать, и, значит, нефть двинулась сюда, и пошла, как бы, прибыль в гору. Ну, что я делал, я фиксировал эту прибыль и смотрел, и смотрел, и дальше было страшно, ну, когда она упала уже вот сюда, я думаю, так, ну, надо фиксировать прибыль, сейчас я перемотаю и покажу, что там дальше происходило. Происходило следующее, с утра было 198 тысяч, сейчас 232 тысячи, вот, я дождался, говорю, падение, все хорошо, плюс 15% за день заработалось, вот, и дальше я показываю, что я построил следующее. Я зафиксировал прибыль, вот она, красная линия, смотрим, да, видим, что вот здесь вот касательная практически, ну, производная равна нулю, грубо говоря, точка максимума по дельте, то есть я обнулил дельту и зафиксировал эту прибыль. Смотрим, что у меня здесь получается. У меня получается 230 тысяч рублей на счете, свободно 169 тысяч, то есть процент использования ГО 24%, то есть у меня вот столько вот денег в запасе, я зафиксировал эту прибыль, обнулил дельту и дальше у меня, значит, если нефть пойдет на повышение, то мне еще принесет этот денег там в районе там 14 тысяч, насколько я помню, вот эта планочка, то есть еще плюс будет, ну, а если не принесет, то, значит, она немножечко упадет вот сюда, ну, в общем, здесь тоже еще будет, нет, здесь был минус, по-моему, какой-то небольшой, с которым, ну, который, ну, в принципе, видите, вот по красной линии она не так сильно падает и можно здесь хеджировать, что я, в принципе, и делал. И дальше я наблюдал просто, это произошло в пятницу, дальше я наблюдал, что будет происходить, ну, в общем, обнулил дельту, то есть зафиксировал прибыль в опционах, то есть я не закрывал все позиции, я просто обнулил дельту. Опционная стратегия продолжалась дальше, что происходило дальше, сейчас посмотрим, так, здесь уже писал не я, дальше люди вопросы задавали по своим стратегиям. Вот что у меня в результате получается. Смотрите, я потом перестроил немножечко, когда вот она началась, что я тут пишу, у меня сейчас вот так, свободных денег дофига, буду фьючерсами хеджировать при резких движениях. То есть, смотрите, у меня все-таки дельта еще отрицательная, видим, да, вот сюда вот идет вверх, дельта минус 6,5, она не такая уж и большая, но отрицательная. И вот здесь вот я двигаю позиции какие-то, у меня уже по путам медвежий пут спред, соответственно, 70-69, причем на 70 у меня минус 7 и в продаже 26 на текущий момент, вот на текущий момент, и в покупке 40 и покупаю еще 10. То есть, забегая вперед, могу сказать, что они купились. То есть, 50 штук у меня было здесь, а здесь оказалось минус 35. Вот. Ну, что у меня дальше произошло, здесь опять вопросы задают. Вот. В последний день сегодня нефть колебалась. Вот он мой, насколько я помню, результат. Да, это уже сегодняшний результат. 229 тысяч, прибыль дня 3407 и вариационная маржа минус 5213. Что это значит? Это значит, что я хеджировал, потому что она заходила вот буквально сюда и пошла вниз валиться. Здесь я продавал фьючерсы для того, чтобы, ну, как бы не скатиться вот в эту яму, чтобы обнулить дельту. Но когда она начинала двигаться сюда, вверх, то я фьючерсы выкупал с убытком, то есть, я фиксировал убытки. И, ну, сначала у меня была прибыль там плюс 8 тысяч, потом эта прибыль съелась вся вот этим хеджированием и в результате минус 5 тысяч. На чем я и завершил неделю. То есть, у меня по окончании недели, давайте я покажу уже, что у меня там на счете. Вот, я еще не открывал новые позиции. 224 тысячи, а было 198, то есть, соответственно, 26 тысяч плюс. И, ну, это сколько там получается? Ну, 12-13 процентов где-то за неделю получилась прибавка. Ну, а теперь я хочу ответить на вопрос, который был задан. То есть, приносит ли это прибыль стабильную, приносит ли это прибыль регулярную? Нет, это не приносит прибыль стабильную. Нет, это, как бы, ну, не то, что удача, да? То есть, бывают и убытки. И давайте я уже честно покажу, какие результаты могут быть. Вот он счет. Посмотрите, что произошло здесь у меня. С начала года этот счет был чисто модельный портфель. Это у меня доходный. И здесь был на фондовом рынке открыт, это ИИС. На фондовом рынке был открыт модельный портфель. Он там, там небольшая сумма. Насколько я помню, в модельном портфеле в районе 100 тысяч, меньше даже. Вот. И у меня были структурные продукты открытые. Это здесь счет на мою жену. И структурный продукт очередной закрылся, по-моему, это было 18 января этого года. И в результате закрытия структурного продукта у меня на счете по структурным продуктам образовалось 132 тысячи рублей. И вы знаете, что структурные продукты сейчас доступны только квалифицированным инвесторам. Я сейчас зарабатываю, я решил заработать статус квалифицированного инвестора еще и для жены. Поэтому я перевел со структурных продуктов где-то в конце января сюда денежки, там 132 тысячи были. Вот. И, ну вот здесь вот где-то, это и было вот в конце января, вот здесь было где-то там 132 тысячи. Что я сделал дальше? Дальше вот здесь, видите, вот такой резкий рост. Откуда он? Да, вот они зачислены, 131 тысяча 789 рублей, это было зачислено как раз 23 января. Вот они деньги и вот с этого момента я начал торговать нефтью. Здесь я торговал фьючерсами потихонечку и потихонечку у меня прибыль росла. Что произошло дальше? Дальше вот видите, вот эта точка зачислена, еще 100 тысяч рублей зачислено с 19 по 25 апреля. Это я просто ввел туда еще деньги. Вот. Что с финансовым результатом? То есть видите, да, здесь 131 тысяча, здесь 100 тысяч еще внесено. Вот такие денежки были внесены. И дальше мы можем смотреть, что, сколько сейчас. Сейчас 374 тысячи, то есть 200, сейчас 374 тысячи. Было, когда я 100 внес, мои активы 232 тысячи, здесь 351 тысяча, здесь 374 тысячи. Из них достаточно большая, ну какая-то часть находится на срочном рынке, остальное на, вернее, большая часть здесь на срочном рынке находится. Вот. Теперь смотрим торговля. На срочном рынке в текущий момент вы видели 224 тысячи. И на фондовом рынке, здесь хрен поймет, короче говоря, 22 доллара, 38 тысячи, свободное обеспечение 82 тысячи, акции иностранных компаний. Вот. Ну давайте посмотрим, что дал фондовый рынок у меня за это время. Вот. На счете, на ИИСе доходный. Значит, куплены акции Петропавловск, это золотодобывающая компания. Они принесли мне минус 3410 рублей, то есть они упали. Минус 3 тысячи убыток. Здесь плюс 7482, это акции Русала, плюс 67 процентов. Акции Русала дали за это время, то есть, соответственно, минус 3 плюс 7 получается плюс 4 тысячи. Запоминаем эту цифру, плюс 4 тысячи. Значит, что дали акции российских компаний показать все. Смотрим, плюс, ну там, 280 рублей, плюс 220, это плюс, сколько там, 500 рублей, минус 909, значит, минус 400 рублей, плюс 6600, это плюс 6200 рублей, плюс 600, 6800, плюс фактически 5000, получается 11-12 тысяч. 5000 дали вот эти, финансовый результат, плюс депозитарные расписки дали еще 4000. То есть, я уже запутался, сколько здесь было, 16 тысяч плюс 4, 20 тысяч. И облигации, облигации можно не смотреть, потому что эта облигация даст, можно смотреть там, только в 23-м году. То есть, это можно не смотреть ни о чем. Вот, соответственно, 20 тысяч из этого заработалось на фондовом рынке, я вам честно говорю, а на срочном рынке все остальное. Что же заработалось на срочном рынке? Давайте посмотрим. Вот сюда. Финансовый результат. Вот, всего на настоящий момент заработано, вот, почему 90-го... Так, стоп, 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 стоп. 98 тысяч на текущий момент, с начала года. Максимальное значение было 107 тысяч. Вот здесь я немножечко торговал нефтью, не очень активно и достаточно эффективно. Вот, потом, значит, резкое падение, когда это было, в период 2-е мая, вот, в начале мая, конец апреля, начале мая я понес убытки. Смотрите, здесь у меня, вот здесь вот начиналась фактически вся моя торговля, плюс 17 тысяч. Дальше потихонечку все росло, ну, наверное, за счет модельного портфеля. Вот, дальше 26 тысяч прибыль и тут же она падает до 7 тысяч. То есть, здорово, хорошая потеря, но тут же идет прибыль. И прибыль достигает 77 тысяч. То есть, представляете, да, в течение недели я угадал тренд и, как бы, вот она удача. Значит, дальше мне удача сопутствовала. Прибыль составила 107 тысяч рублей, ну, а потом удача отвернулась от меня и я терял деньги. Вот, да, это такие рискованные штуки. И в результате потери у меня стало плюс 22 тысячи, то есть, я потерял достаточно много. Ну, а потом, вот, я на прошлой неделе очень хорошо заработал. С 28 тысяч поднялся до 90 тысяч, потом немножечко опустился, когда вот стратегия шла, это вот прошлая неделя. И сейчас 98 тысяч рублей с начала года. Ну, вот, такой результат. Из них 20 тысяч. 20 тысяч это на фондовом рынке, который, там, меньше денег. И 70 тысяч на срочном рынке, который на большая сумма, там, 230 тысяч гуляла. 70 тысяч я заработал. Ну, считайте, какая прибыльность. И, ну, здесь пока и волатильности такой особой не было, но, в принципе, с нефтью у меня получается. Результат неплохой с начала года, то есть, прошло больше, чем полгода. За полгода заработалось 100 тысяч рублей, ну, что-то уже заработалось. И повторяю, что денег здесь совсем немного, 374 тысячи всего доходность составила 70, сколько там, 90. Из них 98 тысяч это доход по всем активам. Активов здесь мало на модельном портфеле доходном, и он, в принципе, и растет не так сильно, поэтому основная прибыль за счет срочного рынка. Вот такая штука. На моем счете там все значительно сложнее. Там есть и Санкт-Петербургская биржа, и акции, так сказать, на двух портфелях. Там практически разобраться невозможно. С индексом РТС, я честно скажу, у меня пока не получилось. И сейчас я немножечко завязал. Что произойдет дальше на моем канале? Значит, смотрите, ну, скоро будет, наверное, начнется опять конкурс «Лучший частный инвестор», поэтому там я буду, конечно же, участвовать, и, конечно же, я буду участвовать на срочном рынке. Конечно же, я об этом буду рассказывать. Там будет, опять же, очень рискованная стратегия. Скорее всего, она будет на нефти, потому что с нефтью мне везет. Я постараюсь торговать не так резко, может быть. Вот, может быть, я перейду на индекс РТС, если у нас вдруг какие-то политические события. Напоминаю, что конкурс «Лучший частный инвестор» происходит где-то вот с начала сентября, по-моему, и до середины декабря. То есть, как-то вот так вот. То есть, он длится почти полгода. За эти полгода много чего может произойти. Я думаю, что будет интересно, я буду об этом рассказывать. Сейчас я готовлюсь в отпуск, и сейчас я активизирую до продажи. Сейчас вы увидели нового персонажа на моем канале. Это Иван. Мы с ним будем взаимодействовать по поводу информационного инфобизнеса. Я буду рассказывать о том, как заработать деньги на инфобизнесе. Я вас уверяю, что на инфобизнесе можно заработать очень-очень много. Ну, для примера, я могу сказать, что за два года я заработал 3 миллиона рублей. Вот. Если кому неинтересно зарабатывать деньги, пожалуйста, не смотрите. Они все будут с маркировкой от 5 тысяч до 5 миллионов рублей. То есть, как на этом заработать. И в планах этого проекта получается следующее, что Иван возьмется за то, что зарабатывать деньги. И мы будем буквально отслеживать его деятельность, как у него получается, что я буду стараться ему помочь, потому что мне это интересно. И, соответственно, мы будем рассказывать о том, чего он достигает. Рассказывать мы будем не очень активно. Я сразу могу сказать, почему не очень активно. Потому что вначале вот сейчас идет вот какая-то основная активность, а потом планируется следующее. Потом планируется увести эту активность в закрытые чаты в Телеграме. И здесь я буду просто рассказывать о его успехах или не успехах, о том, сколько дает инфобизнес, сколько дает трейдинг. А на своем основном канале, конечно же, я буду продолжать рассказывать. Сейчас у меня фокусировка больше идет на фундаментальный анализ, на акции. Но акции, там большая скукотища, поэтому много там не расскажешь особенно. То есть я купил акции и держу, купил и держу. И всем того советую. И да, я буду рассказывать про различные стратегии. Я буду рассказывать про, продолжу рассказывать про вклады в управляющие компании. Продолжу рассказывать про структурные продукты. Хотя они сейчас для, только для квалифицированных инвесторов по инфобизнесу будут выпуски. Иногда тоже проскакивать, потому что, ну, как-то про успешный успех надо рассказывать тоже. Вот, ну, а сейчас я готовлюсь в отпуск немножечко. И еще были перерывы у меня небольшие с видео. Дело в том, что я тут дома делаю ремонт, поэтому сейчас вы слышите эхо на звуке. Потому что идет, ну, я сейчас нахожусь в другой комнате, на втором этаже. Здесь пустые стены, поэтому они дают такой звук, небольшое эхо. Пока комнату не набили мебелью, да, она и не будет набита, собственно говоря. Вот, ну, пока здесь эхо такое присутствует, поэтому есть такие характеристики звука. Ну, а на сегодня все. Спрашивайте, делайте замечания, что бы вы хотели. Мне тоже интересно на самом деле. Вот, ну, про фондовые рынки, про срочный рынок я буду рассказывать. Больше все-таки, наверное, про срочный рынок. Ну, потому что там это драйв, там это риск, там это интересно. Но советовать вам идти сразу на срочный рынок я не могу. Вы видите, даже у меня не получается, в общем-то, очень быстро зарабатывать и много. И я вас уверяю, что такая же ситуация. Вот есть люди, которые растопыривают пальцы. Там я заработал там на квартиру и дальше, так сказать, сейчас еще на одну квартиру заработаю, еще одну. Ну, вранье все это. Вот, в реальности конкурс «Лучший частный инвестор» он выводит всех на чистую воду и показывает все, что происходит в реалии. А в реалии произошло, ну, как бы, в прошлом году на конкурсе «Лучший частный инвестор» там, по-моему, плюс 300% максимальная доходность. Ну, ничего заоблачного не было. Вот, ну, на сегодня все. Я надеюсь, что я рассказал вам все, ну, как бы, откровенно, абсолютно. Я показал в чистом видео, вот, как, что происходит. Поэтому на сегодня все. Спасибо за внимание. Пишите, лайкайте, подписывайтесь. И до встречи. С вами был Деменков Юрий. Спасибо.